Функциональное расстройство пищевода. Надо сказать, что мы много говорим о функциональных расстройствах вообще. Но вот о функциональных расстройствах пищевода, я не знаю по какой причине, мы не очень активно разговариваем. С выходом новых положений РИМ-4 2016 года мы провели сессию выступлений, посвященных функциональным расстройствам, где впервые поговорили об этом. Но надо сказать, что так активно вопрос не стоит все-таки. А хотелось бы, чтобы этот вопрос стоял активно. И вот по каким соображениям. Пожалуйста, следующий. В 1988 году в Риме по инициативе участников Всемирного конгресса гастроэнтерологов был создан постоянно действующий рабочий комитет, который возглавил профессор Дроссман. В рамках этого комитета сформирована международная рабочая группа по совершенствованию диагностических критериев функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта, которую возглавил профессор Тилей Австралия. Цели создания рабочего комитета и международной рабочей группы заключались в том, чтобы изучить последние достижения и распространить их среди ученых и врачей для единого понимания механизмов возникновения функциональных расстройств желудка и 12-першной кишки и не только желудочно-кишечного тракта. Разработка для практических врачей единых согласованных рекомендаций по их диагностике, лечению, которые получили название римских критериев. Надо сказать, что эта рабочая группа за этот период выпустила 4 рекомендации под названием римские критерии. Это 94-й, 2000-й, 2006-й и последний 22-го, которые были доложены 52-й Американской гастроэнтерологической недели в Сан-Диего 22 марта 2016 года. Они дали новое определение функциональным гастроэнтерстинальным расстройствам и предложили новую классификацию. Определение вот как звучит. Это группа расстройств, классификации которых основана на кишечных симптомах, связанных между собой в любых сочетаниях. Нарушение моторики, вестеральной гиперчувствительности, иммунная дисфункция, изменение функции слизистой кишечника, изменение микрофлоры кишечника, нарушение работы центральной нервной системы. Надо сказать, что всем казалось, что во главе с профессором Дроссманом мы не очень сильно продвинемся в понимании функциональных расстройств. Но надо сказать, что мы не только привыкли к нему, но и привыкли к той трактовке, которая является, с моей точки зрения, по крайней мере, не худшей, и вот нарушение работы центральной нервной системы, по всей вероятности, без этого аспекта мы вряд ли сможем обойтись совершенно точно в понимании функциональных расстройств. Значит, классификация, которая была предложена вот ринским консенсусом четвертым, она основана на симптоматике, при этом учитываются физиологические критерии, если они повышают точность диагностики, анатомических регионах и возрастных аспектов. Она включает в себя 53 нозологических форм, но пока что это функциональное расстройство, но с появлением классификации 11-го пересмотра, мы ее вот-вот ждем, это будут нозологические формы. Значит, 33 нозологии для взрослых и 20 педиатрических. У нас не стоит вопроса о том, чтобы показать эту классификацию полностью, тем более, что в основном идет разговор о верхних отделах желудочно-кишечного тракта, о пищеводе и в какой-то мере о желудке. В этой классификации в разделе 1-ом А представлены из афакеальные расстройства, которых 5. Функциональный бой в грудной клетке, функциональный болевой синдром первично-пищеводного происхождения, функциональная изжога, рефлюксная гиперчувствительность, ком в горле, глобус и опять функциональная дисфагия. Надо сказать, что я хотел показать всю классификацию, но в этом особого смысла нет, потому что мы ограничены во времени. Она включает в себя второй раздел гастродональное расстройство, третий раздел кишечное расстройство, четвёртый – синдром функциональной абдоминальной боли, пятый раздел – функциональное расстройство желчного пузыря и сфинктера ОДИ, шестой раздел – функциональные аноректальные расстройства, седьмой раздел – нейронатальные расстройства, и восьмой – расстройство, сопровождающееся тошнотой и рвотой, синдром функциональной абдоминальной боли. Вот я хочу еще раз вернуться к тому разделу, о котором пойдет разговор, и в дальнейшем дать характеристику всех пяти видов функциональных расстройств. Общие положения. Должны быть исключены диагностические, должны быть исключены структурные или метаболические нарушения, потенциально ответственные за возникновение симптомов. Продолжительность симптомов не менее трех месяцев при их возникновении как минимум шесть месяцев назад. Исключена должна быть гастрозапагиальная рефлюксная болезнь, исключены известные моторные расстройства согласно новой чекарской классификации, и методом регистрации является монометрия высокого разрешения. Так что, вы знаете, я вот, конечно, задал вопрос, есть ли перспектива введения этого положения в Российской Федерации. Я думаю, что не только есть, а мы обязаны это ввести, потому что мы входим и в Европейскую и Международную Ассоциацию. А это исследование как таковое для регистрации, по крайней мере, функциональных и не только функциональных расстройств, она рекомендована вот этой ассоциацией. Значит, причем, как скоро мы должны это сделать? Мы должны все положения, которые выносятся международными ассоциациями, мы должны их рассмотреть в течение года, внести добавления отечественные, а дальше вводить их в стандарты использования. Так что, хотим мы того или не хотим. Другой вопрос, почему этого не делается? Ведь это, смотрите, 16-й год они были опубликованы, да? А сейчас уже 20-й год. Это далеко не 17-й, не 18-й, не 19-й. В стандартах этого пока что нет. А хотелось бы уже иметь. Тем более, что это очень важно. Это очень важно не только в научном отношении. Это важно в практическом отношении. Если больному мы предлагаем операцию, и если мы не знаем, каков исход ее будет, то тогда о чем же разговаривать? Мы можем получить данные, которые по существу могут исключить оперативные пособия, потому что мы можем, не имея никакой клиники, или в минимальном выражении, имея ее, мы можем получить в том варианте, который сделает жизнь человека просто несносной. Теперь, значит, внутрипросветный импеданс-мониторинг позволил выделить субкатегории рефлюксов. Кислый рефлюкс, рефлюкс кислого содержимого, который снижает pH пищевода менее 4 или наблюдается, когда pH в пищеводе уже меньше 4. Наложенный кислый рефлюкс – это рефлюкс, вознивший прежде, чем pH пищевода вернулся к нормальным значениям. Слабый кислый рефлюкс – рефлюкс, при котором pH пищевода составляет от 4 до 7. И слабый щитолочной рефлюкс – эпизоды рефлюкса, при котором pH пищевода не опускаются ниже 7. Значит, функциональные боли в грудной клетке, предположительно, пищеводного происхождения. Эпизоды необъяснимой висцеральной боли в грудной клетке обычно по средней линии. Диагностическими критериями являются боли или дискомфорт по средней линии, не характеризующиеся как жгучие или как жжение, отсутствие и доказательство того, что причиной является кислый гастроэзофагиальный рефлюкс, отсутствие данных гистологического исследования, свидетельствующих о наличии органической патологии и аезинофильного изофагита в частности. Алгоритм обследования – это исключение патологии сердца, исключение патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, добытой рентгенологическими ультразвуковыми эндоскопическими исследованиями, исключение негативной гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, суточной пашметрии, тест Бернштейн и амепрозоловый тест, и исключение нарушения моторики пищевода, суточной монометрии с провоцирующими тестами. Лечение функциональных болей в грудной клетке. Мне бы хотелось обратить ваше особое внимание на это. Вот дальше мы пригласили психиатра с тем, чтобы он нам осветил эти вопросы, потому что вообще-то надо сказать, что я уже начинаю сомневаться, а можем ли мы вообще функциональное расстройство лечить сами. И если можем, то совместно с кем и какова, так сказать, роль терапевта или гастроэнтеролога в этом процессе. Смотрите, трициклические антидепрессанты, другие антидепрессанты, психотерапия, инъекции ботокса в нижние пищеводные сфинктеры или тела, такой вопрос, который стоял с самого начала и продолжает стоять до сих пор. Функциональная изжога. Здесь определение РИМ-4. Ретроэстернальные сжения при отсутствии, ну, техническая ошибка просто, при отсутствии ГРП и отвечающие прочим критериям, характеризующим данные функциональное расстройство. Диагностическими критериями являются ретроэстернальные сжения, дискомфорт или боль, отсутствие доказательств того, что причиной является кислый гастрофигальный рефлюкс, отсутствие моторных расстройств пищевода, отсутствие гистологических изменений, свидетельствующих об органической патологии и зенофильного изопагита в частности, потому что он имеет особые лечебные подходы. Признаки ощущения сжения, дискомфорта или боли за грудиной с частотой не менее двух раз в неделю симптома сохраняются, несмотря на оптимальную терапию ингибиторами протонной помпы, в том числе и двойной дозой. Регулярный прием перед едой – ключевой фактор диагностики рефракторность к терапии. Леонид Витальевич уже об этом говорил. Функциональное третье – гистологически должно быть подтверждено отсутствие структурных изменений и характерных для органической патологии и зенофильного изопагита в частности. Отсутствие нарушений моторики и перистальтики пищевода. Вот лечение, пожалуйста, посмотрите. Три циклитики антидепрессанты, другие антидепрессанты, психотерапия, баклофен, миорелаксан, центрального действия, производный гамм масляной кислоты, гамм бета-стимулятор. Вот и вся терапия, которая рекомендована. Рефлюксная гиперчувствительность пищевода, синдром гиперчувствительности пищевода и сжога, возникающая к физиологическим рефлюксам. По существу в этом суть гиперчувствительности пищевода, когда те или иные ощущения вызывают позывы физиологические или даже ниже пороговых. В этом вся суть. Отсутствие моторных изменений клинические симптомы должны отмечаться не реже двух раз в неделю на протяжении трёх месяцев, при общей продолжительности не менее шести месяцев. Вот показана алгоритм диагностики изжога при отсутствии эндоскопических и морфологических изменений, импеданс-паж-мониторинг, касающийся кислого рефлюкса, нормальная экспозиция кислоты, положительная вероятность ассоциации симптомов с рефлюксами и гиперсенситивный рефлюксный синдром. Лечение. Лечение остаётся эмпирическим. Важны психологические аспекты – убедить, что заболевание не опасно, избегать инвазивных вмешательств, операций, так как они не приносят облегчения. Ингибиторы протонной помпы могут быть использованы только при наличии кислых рефлюксов. Трициклические антидепрессанты и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина в определённых дозах, зависящих от интенсивности и выраженности этого синдрома. Ком в горле, глобус, чувство кома, ощущение пищи, задержавшейся в горле, стеснение в глотке, симптомы не сопровождаются дисфагией или одинофагией, безболезненно возникают эпизодически, часто улучшаются после еды. Частота достигает 46%, пик приходится на средний возраст. Ком в горле диагностическими критериями является персистирующее или интермитирующее ощущение кома или инородного тела в горле, которое возникает между приёмами пищи. Дисфагия и одинофагия отсутствует. Отсутствует доказательство того, что причиной является кислый гастроэзофагиальный рефлюкс и отсутствие моторных расстройств пищевода, основанных на данных гистопатологического исследования. Физикальное обследование области шеи, диагностика назориноскопия, тест с ингибиторами протонной помпы при наличии симптомов ГЭРП. Симптом сохраняется долго, через три года у 75% больных. В лечении используются антидепрессанты. Функциональные дисфагии характеризуются ощущением замедленного транзита болюса по пищеводу. Диагностическими критериями является отсутствие прилипания или застревания твёрдой и или жидкой пищи, отсутствие доказательств, что причиной является кислый гастроэзофагиальный рефлюкс, отсутствие моторных расстройств пищевода и данных гистологического исследования, не исключающих органическую патологию и эзенофильный эзофагит в частности. Диагностика гастроскопии с биопсией для исключения эрозивного эзофагита, рентген, монометрия при выявленной патологии или подозрении на неё, суточная пашметрия, тест с ингибиторами протонной помпы. В лечении избегать провоцирующих физических и психологических факторов, тщательно пережевывать пищу, трициклические антидепрессанты, другие антидепрессанты, психотерапия, возможно, инъекции ботокса, вопрос, так сказать, обсуждаемый до сих пор, и решения по этому поводу нет, миуреалоксанты и пневмокардиодилатация. Формулировка диагноза, значит, как вставим диагноз функционального расстройства. Функциональное расстройство пищевода, две точки или скобку открываем, функциональное, загрудинная, боль пищеводного происхождения. Функциональное расстройство пищевода, функциональное изжога. Функциональное расстройство пищевода, гиперсенситивный рефлюкс и синдром. Функциональное расстройство пищевода – ком в горле. Функциональное расстройство пищевода – функциональная дисфагия. Вот и все функциональные расстройства и их частная характеристика, которые предлагают нам последние рекомендации РИМ-4. Спасибо.